Это Вести утро. Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15. В горах местами до плюс 10. В нем плюс 27-32 градуса. В горах местами плюс 19-24. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность. В большинстве районов республики высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15. В нем плюс 30-32. Чрезвычайная пожароопасность 5-й класс. В Карачаевском районе отремонтировали мост. В Даудское ущелье теперь можно попасть без особого труда. Альбина Ламкова подробнее. Мост через реку Дауд имеет богатую историю, наполненную легендами. Как я слышал, как рассказывал дед, как рассказывает отец. Он появился в 1900-х годах в начале. Построил его инженер. Должен он был поставить его выше по ущелью, в Худесском ущелье направлении. А поставил здесь, так как был влюблен в девушку, которая проживала в Дауте, в ауле Даут. Даутский мост не ремонтировали со времен СССР. Он входит в состав Тибердинского государственного биосферного заповедника. Каждый день на работу через него с риском для жизни проезжали лесничьи государственные инспекторы. А вот для туристов полюбоваться чарующей красотой Даутского ущелья, которую возможно было увидеть только переехав, не вызывающий доверие мост, стало невозможным. Вы знаете, мы с мужем очень любим путешествовать. И однажды были здесь, проезжали это место, хотели поехать в Даутское ущелье. Но, к сожалению, мы не смогли здесь проехать совершенно никак. Были неоднократные обращения в нашу администрацию заповедника, теперь уже национального парка. Ну, на этом все и осталось. Пока машина со скотом не провалилась передним колесом, чтобы ее вызволить, понадобился трактор. Дорога, как бы сказать, вперед не продвинулась. Ребята собрались, местные ребята. Кто-то их проспонсировал из местных. И отремонтировали своими силами. Еще в Даутское ущелье приезжают и местные фермеры. У каждого из них хозяйство. В последнее время вообще проехать никак невозможно стало. Она вообще настолько прохудилась, доски провалились. Несколько раз был случай такой, что машина со скотом проваливалась, еле вытаскивали их оттуда. Абсолютно никто ни о чем не хотел на эту тему даже разговаривать. Когда все это сделали, ребята, у них остатки остались. Они даже пожертвовали этот лес, остаток, который какому-то погорелцу с Карчурта. У него дом сгорел. Такая ситуация. Они даже и ему поехали, сделали, помогли. Теперь мост восстановлен и готов принять всех желающих насладиться красотой Даутского ущелья. Альбина Ламкова, Ольга Савенко, Мухаммед Ашибоков. Вести. Корчаево-Черкесия. Корчаевский район. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи. Продолжение следует.